С двух побед начал магнитогорский «Металлург» свое выступление в 13-м сезоне континентальной хоккейной лиги. Сначала подопечные Ильи Воробьевы не без труда обыграли «Кунь-Лунь», а затем буквально разгромили «ХК Сочи». Обо всем по порядку наш спортивный обозреватель Павел Зайцев. После почти двухнедельной паузы любой команде бывает непросто поймать игровой ритм. Потому и результат матча с «Кунь-Лунь-Редстар» получился не слишком впечатляющим. В стартовом периоде хозяева перебросали соперника 17-5, но долгое время не могли забить. Однако с четвертой попытки все же реализовали большинство. После классных передач Андрея Нестрашова и Максима Карпова неотразимо бросил Сергей Плотников. Вторую шайбу магнитогорцы сумели организовать лишь за три с половиной минуты до конца матча. На сей раз численное преимущество использовало легионерское звено Харри Песанин, Юха Ламика и Тейлор Бек. На последней секунде гости сорвали сухарь Василию Кошечкину, установив окончательный счет 2-1. «Завершение страдало, да, и чувство времени и пространства, видимо, так мы 11 дней не играли, 12 получилось, так. Несколько скомканно, но победа есть победа». В игре против сочинцев «Металлург» также не сразу поймал свой ритм. На сей раз хозяева с первой же попытки реализовали большинство. Отменным броском в девятку отметился Андрей Нестрашил. На старте второго периода гости заставили магнитогорцев понервничать. Главным героем отрезка стал вратарь Юха Алкинуора. А затем наступил прорыв. Максим Карпов после передачи Сергея Плотникова убежал один на один и забил. Андрей Нестрашил в большинстве оформил снайперский дубль. А его ассистентами снова были Григорий Дронов и Андрей Чибисов. Блеснул индивидуальным мастерством Тейлор Бек, доведя преимущество до четырех голов. В заключительном периоде Юха Ламика и все тот же Бек довершили разгром. А Харри Песанин оформил ассистентский дубль. Итог 6-0. Мы сегодня хорошо очень отнеслись к моментам своим, что не было у нас первой игры. Поэтому и план на игру выполнили. Ребята молодцы. Готовимся к следующей игре. Следующий соперник «Металлурга» Хабаровский Амур. Прямую трансляцию встречи смотрите в нашем эфире в среду 9 сентября в 18 часов 50 минут. Павел Зайцев, телекомпания ТВН. Павел Зайцев, телекомпания ТВН.